привет друзья сегодня мы с максимом привет едем смотреть одну интересную машинку этого 2103 76 года как нам рассказали машина просто в уникальном должна быть состоянии потому что хозяин и уберег до такой степени что если оставлял в гараже на какое-то продолжительное время поставил на колодочке а каковсе не провели 10 тысяч по моему да что-то в районе 10 тысяч 76 года один хозяин до машина была все время в одних руках реально мы сейчас едем впереди едут хозяева бабушка и дедушка екатерина петровна хозяин представился николай но как-то николаем его называть мне просто мое воспитание не позволит что уже за 80 наверно где-то человек сейчас узнаем как его отчество но продавец именно хочет продать машину не зная цену говорит вот сколько вы назовете машина кстати в очень интересном цвете в таком морковном как было у ипполитов с легким паром фильме знаменитом новогоднем нашем фильме тоже как бы знаковая вещь машина правда не экспортная но вся в оригинале без какой-либо корч и кстати хозяева хотят продать машину именно в хорошие руки поэтому они нигде не давали объявлений то есть никаких перекупов не приезжала никто машину не смотрел ну сейчас мы я так понимаю первые кто ее увидит из посторонних для семьи людей друзья вот эта красавица которую мы приехали смотреть и смотрите полностью оригинальный салон единственное помене на балдашник не знаю как это удаст камера но это нормальный тюнинг ребят салон по а тут пыли тут пыли на салоне лучше под чехлом сиденье чехлы как бы спасают но натирают пробег ребята 10758 километров мало очень света в гараже это родной пробег этого автомобиля ребят потолочек вы посмотрите на это вот до машина ураган вот тоже элемент тюнинга у нас постоянно мы приклеиваем отскакивает хромированный одна защелочка здесь тоже самое как у нас видите они отскакивали и ставили специально оригинальный чехольчик до запасного колеса родной практик капот у нас открыт посмотрите как были где-то моторный отсек автомобиля 76 года за которым следили ухаживали 1500 чистая тройка сейчас мы включим свет лампочки на дверях кстати вот обратите внимание мы все-таки кинули клемму аккумулятор вот даже на дверях все лампочки родные все рабочие вот мы все горит неудобно конечно в гараже снимать сразу приношу извинения за качество съемки еще мне знаете шоку не выгорел чуть-чуть не выгодному не чуть-чуть и выгорел значок лады до красненькая но это все восстанавливаться значок разбирается и путем нехитрых манипуляций с красным красной краской лаком все это возвращается на место не будем садить аккумулятор это весь chrome все на месте единственное что вот это тоже все замазывали хозяева специально чтоб там не гнило есть конечно нюансы по кузову что-то капало но это не глобально вот обратите внимание что машина стоит таких домкратах подвеска разгружена все для того чтоб автомобиль как можно дольше сохранялся в первозданном виде пробуем заглянуть под нища вот его родной салон все заботливо затянуто в чехлы даже а ну подми на полке вот этот пожалуйста посмотрите никто сюда не корчил не колонки ничего даже аптечка в цвет туда салона и автомобиля цвет золотая охра у машины вы посмотрите вот и даже сейчас в доказательство своих слов я еще не смотрел но вот ребят нет нет не даст камера блин ну короче двери никогда не снимались смотрите в каком состоянии салона на машине никто не ездит на пластик гляньте блестит так как будто бы его специально кто-то готовил к показу хотя на самом деле никто специально эту машину к показу не готовил она просто вот в таком вот виде была есть родной приемник стоит что уже сейчас дефицит я бы даже если бы например делал бы для нас для музея то я бы даже этот багажник бы оставил бы на автомобиле то же самое как и ручку кпп как дань уважения предыдущему хозяину вы знаете мой прикос вы всегда что-то оставляет хозяин даже после реставрации прекрасный сохран салона кстати салон гораздо лучше чем на нашей тройке все молдинги по дверям сейчас покажу какие ребята не нигде не полезли вы посмотрите обратите внимание вот они все они целенькие видите даже вот на ручке да есть чуть-чуть начала есть но и но все целое вот эта кнопка которая вырывается на карманах она вся целая у нас здесь надорвана вот она родная груша омывателя не знаю что-то даст видно да вот не автомобиль ребята ураган приемник родной это действительно завод состояние пвх обратите внимание на 5 с плюсом вот салону твердую пятерку только немножко надо приложить терпение и времени чтобы автомобиль просто напросто отмыть от чистить но это простительно сколько автомобиль стоит одно зеркало оригинальная антенна под ключик здесь что должен быть ключик вставляется ключ сюда и вытягивается антенна и автомобиль ребят действительно вот весь да надо будет диски снимать приводить в порядок диски кстати обратите внимание родные троечные это сейчас дефицит большой и к замене ребята колпаки но колпаки на интернет барахолках это не есть проблемы небольшие бабки на колпаках хромчик подждулся вот эти вот блок фары тоже ребята да вот они могут показаться не очень там свежими но это тряпочка и немножко полировочной пасты ваше терпение не будут гореть как новые я думаю что за два-три часа можно привести в порядок сети и сохранить родные плафоны все сделано в ссср в автомобиле что прямо два комплекта ключей правильно до 2 родных потому что сейчас очень много автомобилей продаются временем теряются ключи здесь все есть на месте я самое ценное ребята вы приобретете настоящую машину времени 10 тысяч километров семьдесят шестого года я на жену ругаюсь то что она за два с половиной года на машине проехала двадцать четыре тысячи зачем тебе машина ты нифига не ездишь оказывается нет она кажется много ездит поэтому это действительно находка на здесь надо будет друзья от химчистить салон от мыть самое главное что он целый просто немножко пыли под чехлами замена заднего бампера вот это будет под замену но это мелочи видите вмятина это очень мелочи есть нюансы по кузову но знаете мое мнение что такие автомобили надо задирать краску и красить машина на мере чуть-чуть до пяти баллов именно по не дотягивает но это из таких мелочей бамперов купить сейчас можно новый еще советский поэтому машинка на отличная автомобиль полностью все работает все включается машина на ходу ну и даже если где-то со временем по любому если начать вам сейчас сильно эксплуатировать автомобиль с десятью тысячами пробега начнет там очень быстро гнить и когда он выйдет из этого поэтому по любому машину надо будет делать потекут какие-то прокладочки на двигатель не факт конечно но вероятность большая но действительно ребята третий год выпуска тройки ранняя тройка но я считаю это отличная находка и вы помните мое мнение что тройка это самый красивый автомобиль вазовской линейки но это мое так мнение и мое и твое мое мое умеете хранить машину вы наверно долго ее ждали это же записывались очередь какая история вообще было машины какой покупать он работал на заводе был хороших отношениях со всеми и специальной работе дали ему без очереди без очереди даже машину это ребята получить машину без очереди можно было только за хороший труд просто так не давали вот видите над надпись жигули что говорит что автомобиль шел не на экспорт на работе проработал тридцать четыре года вот ну это как раз тогда было где тут тридцать с чем-то лет я я проработал и поэтому мне там ее дали машину да раньше по соседям занимали мне тоже слышал такие вот истории тоже очень интересно смотреть машину когда с хозяевами общаешься я лет 8 назад я еще тоже помню с детства это соседская машина скажем так тетя катя тетя катя не раз хотел купить тетя катерит нет пока нет грит на нее в очередь но дядя коля тоже помню как только приезжал она так едет у него весь хром как сейчас все равно сверкало так друзья посмотрели действительно интересную машину очень интересные хозяева к сожалению да и поле уже со здоровьем плохо поэтому и продают машину машина эксплуатировалась только для поездки на дачу которая находится недалеко и один раз машина ездила в грузию когда они ее только купили в отпуск поэтому за пробег я людям верю и даже как людям я глазам верю потому что ну взять наши 85 тысяч состояние салона уже чуть-чуть другое здесь конечно надо прикладывать руки но к любой вот такой вот находке действительно раритетное надо приложить руки просто так купить помыть ну не выйдет это все таки возраст автомобиля поэтому я считаю автомобиль стоит ну не меньше ребята 4 тысяч может быть там на 100 200 долларов стариков хотя вы знаете как стариков обижать нельзя обязательно будет в описании номер телефона либо внука либо тети Кати поэтому просьба беспокоить людей не перекупов кто хочет заработать а именно чтобы старикам помочь пережить эту зиму помочь ну это все что у людей гараж и машина и квартира ну и продают понятно они с хорошей жизнью и кто и кто наверное готов сохранить этот автомобиль да для будущих потомков для истории не пустить его куда-нибудь там в трид рейсинг или картошку возить а именно чтобы этот автомобиль сохранил остался в стоке остался да вот в таком виде как он есть хотя там есть конечно к чему приложить руку немножечко нашли мы там пару сяточек на кузове на молдингах но как говорится если автомобиль ездит то на нем не может не быть каких-то мелких там нюансов на этом машина хоть и мало но все-таки ездила да и в довершение всего мы это видео ребята снимали для лайв канала поэтому поехали сами взяли бу-про маленькую камеру соньку по-бойну но я считаю что этот автомобиль стоит выложить на основном канале очень хочется чтобы помочь людям продать его сразу говорю мы с этого не имеем ни копейки может быть даже у нас что-то изменится и появится там эта сумма ну пока даже язык не поворачивается утекает для японии предлагает две тысячи и то не сразу больше вам пока нет к сожалению машина супер и кстати друзья поэтому не удивляйтесь что это видео немножечко будет не в таком формате к которому вы уже привыкли потому что действительно мы ехали снимать для лайв канала а вот когда пообщались с хозяевами увидели этот автомобиль то решили ну что он вот так Максим правильно сказал достоин того чтобы быть на основном нашем канале да действительно сразу говорю что правильно делается что приложить руку надо и я это говорил ну я думаю если делать большую часть работы своими руками я бы автомобиль перекрашил честно ну это я как будет делать кто-то может быть поставит подкрасит дверь где чуть-чуть ржавчина пошла уберет скольчик и оставит ее в родной краске это конечно дело каждого если делать так то я думаю что в автомобиль больших вложений точно не надо если делать нормально то ну полторы тысячи уе понятно если не делать у маляров в Киеве а где-то на периферии найти можно влезть и привезти автомобиль реально выставочный образец и приезжать на нем например на Олгарленд или на Харьковское авиашоу поэтому ребята задумайтесь классная тачка а я кстати задумаюсь может быть и правда что-то продастся вот блин обалденная машина кстати друзья если все сбудется что-то продастся и мы все-таки этот автомобиль приобретем вы обязательно об этом узнаете на нашем канале и тогда вы еще неоднократно будете видеть этот автомобиль ну а чтобы не пропустить все что происходит на всех наших каналах друзья подписывайтесь ставьте лайки будьте с нами пока пока и не забывайте что мы куем для вас тесты на земле в воде и в старых гаражах да вот как сегодня пока пока не забывайте пока не забывайте не забывайте не так Продолжение следует...